итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас пятница 23 августа и давайте с вами посмотрим на графики евро и фунта и поговорим о дальнейших перспективах движения этих валют что касается вчерашнего дня то хорошие отчеты если их можно таковыми назвать по активности в производственном секторе германии франции и в целом еврозоны привели к небольшому укреплению европейской валюты в первой половине дня однако формирование ложного пробоя на 11.05 на который обращал внимание вновь заставила вернуться в рынок продавцов которые уже в третий раз протестировали уровень поддержки 1066 но опять же он устоял движение вниз было образовано после выхода отчетов июльского заседания европейско-центрального банка в нем уже прямо говорилось о том что скорее всего осенью этого года европейский регулятор при примет решение о запуске программы выкупа активов вернется к ней но понижение процентных ставок пока об этом все говорится вскользь но видим что евро продолжает оставаться подавлю под давлением в паре с американским долларом поэтому сегодня прорыв уровня поддержки 1066 видим происходит уже четвертый тест вполне вероятно закреплением ниже приведет к дальнейшему снижению на 1028 и 0990 ключевая цель медведей на конец этого месяца слабые данные по индикатору условий деловой среды тайфио по германии могут уже спровоцировать прорыв этого диапазона в первой половине дня но весь акцент конечно будет выстроен на выступление председателя совета управляющих фрс джерома паула с речью посмотрим что он скажет после всех нападок со стороны дональда трампа со стороны критики его работы речь будет конечно вести все процентных ставках и дальнейших перспективах и и понижение если пау займет выжидательную более мягкую позицию то вполне вероятно спрос на американский доллар сохранится и мы увидим 1028 и 0990 если пау все-таки намекнет на продолжение серии снижение процентных ставок то ложный пробой на 1066 и закрепление на этом уровне будет сигналом покупкам и я думаю очень быстро мы пойдем на 1104 и 1130 ключевая также цель быков наконец этой неделе что касается британского фунта то здесь мы видим сильный рост вчера состоялась встреча премьер-министра великобритании и президента франции речь все велась о тех же 30 днях для разработки какого-то альтернативного решения по границе северной ирландии об этом же например министр великобритании говорил из меркель до этого на встрече и в целом рынок был воодушевлен что вопрос с границей может быть решен а это основной камень который не позволяет все-таки добиться соглашения по брексит подписание его с двух сторон поэтому видим такой оптимизм но как мы знаем уже по фунту на протяжении этого года весь оптимизм очень быстро перерастал в нисходящее движение и дальнейшее падение британского фунта поэтому формирование сегодня ложного пробоя на 2264 на туру и не однократно обращал внимание видим от него идет нисходящая коррекция будет сигналом продажам покажем фунт стремится на 2214 здесь первый тест может вернуть в рынок покупателей которые погонят пару выше на 2264 и на обновление этого диапазона поэтому можно посмотреть покупки если сразу активного роста от уровня 2214 не будет в первой половине дня то лучше конечно покупать на отскок от поддержки 2176 тем более здесь проходит и нижняя граница текущего восходящего ценового канала основной задачей покупателей будет закрепление выше 2264 с обновлением максимумов 2337 и 2387 здесь от этих диапазонов можно смело продавать британский фунт сразу на отскок всем удачи и хороших выходных 2317 2317 2417 2318 2417 2619 2919 2518 2819 30